это знаменитый опыт юнга и так мы ставим слабый источник света ставим экран с двумя отверстиями и ставим экран для наблюдения световой картинки мы помним что в случае когда у нас есть яркая лампочка то мы здесь наблюдаем от 1 от одного отверстия мы наблюдали одно пятно если мы это отверстие закрывали это открывали мы наблюдали другое пятно а если открывали оба отверстия мы наблюдали часто близко расположенные светящиеся полоски которые называли интерференционной картиной и нам было очень легко объяснить эту картину считаю что свет это волны а вот теперь давайте мы чуточку модифицируем наш опыт юнга вместо экрана мы поставим здесь тысячу глаз близко близко друг к другу и поставим лампочку которая светит еле-еле и будем спрашивать наблюдателей а что они увидят а ситуация будет достаточно интересной если мы открываем только одно отверстие то иногда эти наблюдатели кричат вижу свет вижу свет вижу свет они кричат по очереди потому что фотоны прилетают как частицы и постепенно накапливается вот такая картинка по центру картинки будет она наиболее яркая по бокам менее яркая в соответствии с этим пятнышком это логично до логично теперь если мы эту отверстие закрываем открываем это мы что увидим такую же картинку которая по одному всплеску света накопится против этого пятна а вот теперь откроем сразу два отверстия но если пока у нас были открыты два отверстия фотоны летели почти прямолинейно они чуть-чуть искривлялись помните было дифракция мы сужали отверстие пятно расползалась но был шанс объяснить это мы говорили что потом задевает за стенки отверстия то теперь то возникает страшная вещь фотоны вообще начинают лететь туда куда им не следует лететь а кроме того вот здесь где раньше было пятно от отверстия получается тоже странная ситуация если раньше фотоны прилетали во все точки где находится это отверстие то теперь вдруг оказывается что появляются места в которые фотоны не прилетают это показывает что при открывании двух щелей у нас получается поштучно накапливаемая интерференционная картина и тогда возникает страшный она в том числе совпадает с тем что мы рассчитывали с вами в рамках волновой теории света знаменитых опытах по интерференции но тогда возникает следующий вопрос а в чем же состоит ошибка наших рассуждений так вот ошибка наших рассуждений состояла в том что нельзя говорить через какое из двух этих отверстий пролетают наш фото если он прилетает на этот экран нельзя говорить он пролетел здесь или пролетел здесь то есть как это нельзя разве мы не можем поставить здесь глаза можем и тогда либо этот наблюдатель кричит вижу свет а этот молчит либо этот кричит вижу свет а этот молчит но никогда не случается так что они кричат одновременно поэтому фотон как и положено любой уважающий себя частицы пролетает либо через это отверстие а все фотоны пролетающие через это отверстие что должны нарисовать пятно либо через это отверстие а все фотоны пролетающие через это отверстие должны нарисовать это пятно но они то рисуют интерференционную картинку только с одной оговоркой они ее рисуют до тех пор пока вы здесь не поставили глаза а когда вы поставили глаза и ваши наблюдатели видят где пролетел фотон что мы увидим на стенке а ничего поскольку наши наблюдатели своими глазами закрыли щели и поэтому оказывается природа устроена следующим образом либо мы не можем узнать где пролетел фотон и тогда мы видим интерференционную картину либо мы знаем где пролетел фотон но тогда никакой интерференционной картины нет оказывается невозможно поставить такой эксперимент в котором бы мы одновременно видели и интерференционную картину и регистрировали бы через какое из этих отверстий пролетел фотон а если мы не можем одновременно видеть интерференционную картину и при этом регистрировать где пролетел фотон то вопрос о том где пролетел фотон когда мы рисуем интерференционную картину теряет всяческий смысл поскольку такой эксперимент мы поставить не можем а физика это наука экспериментальная и она обязана отвечать на вопросы только о том что будет если мы поставим тот или одной эксперимент а оказывается нельзя поставить эксперимент когда одновременно видна и интерференционная картина и мы знаем где пролетел фотон поэтому наши попытки рассуждать как так если фотон летит через это отверстие ему нет никакого дела до этого отверстия это рассуждение вообще порочно по одной простой причине мы не можем сказать через какое отверстие летел фотон тогда возникает следующий вопрос если физика должна обеспечивать нам возможность рассчитывать то что наху получается на эксперименте то как рассчитывать интерференционную картину и вот теперь я вас познакомлю с одним совершенно ужасающим алгоритмом как эту картину надо рассчитать кстати я забыл сказать еще одно почему-то я рисовал когда у нас фотон летел скажем отсюда прилетел сюда мы рисуем что он летел так или вот так простите а кто нам сказал что фотон летел прямолинейно мы же за ним не могли подглядеть пока он летит мы не можем зарегистрировать движущийся фотон пока он движется мы его можем только при регистрации уничтожить а если мы не можем зарегистрировать движущийся фотон на эксперименте скажите пожалуйста а можно ли говорить о траектории движения фотона что такое траектория это множество точек через которые последовательно проходило тело в результате его движения но мы можем зарегистрировать фотон только в двух точках в точки рождения и в точке гибели а это означает что фотон летает без траектории на жаргоне говорят что фотон это размазанная в пространстве частица это частица в том смысле что у нее есть фиксированная точка рождения и фиксированная точка гибели не обязательно здесь если мы поставим здесь глаз то он может здесь погибнуть если здесь поставим глаз он здесь погибнет но ни одной другой точки его траектории кроме точки рождения и гибели зарегистрировать не удается а значит и никакой траектории у фотона нету и слова траектория которую мы учили в курсе механики на одном из первых уроков к природе не имеет абсолютно никакого отношения во всяком случае для фотонов и поэтому говорит что фотоны летят так это тоже неверно а фотон может лететь и так а может и так так вот оказывается природа устроена так что у нас с вами есть возможность рассчитать не более чем вероятность прилета фотона в любую из точек экрана и механизм расчета этой вероятности оказывается следующий надо точку старта и интересующую нас точку экрана соединить всеми мыслимыми траекториями вы представьте что это такое вдоль каждой траектории надо нарисовать волну с частотой которая определяется энергией или цветом фотона это одно и то же так сказать вдоль этой траектории вдоль этой траектории вдоль этой траектории вдоль этой траектории я устал рисовать на самом деле волна это что-то вроде косинус к р где к это величина равная частоте делить на скорость света но косинус к р писать неудобно косинусы трудно складывать косинусы трудно перемножать гораздо удобнее писать экспоненты и вместо косинуса пишут е в степени и к р где р это грубо говоря длина траектории а к это омега на c ну вот здесь вообще говоря если у нас е в степени и на какое-то число то такая вещь оказывается равна косинусу фи плюс и синус фи если мы договоримся мнимую часть отбрасывать то е в степени фи это косинус и поэтому вместо такой функции удобнее писать такую так просто удобнее поступать так вот оказывается для каждой траектории надо написать вот такую функцию где р длина траектории а потом сделать следующее в точке финиша сложить эти все функции по всем траекториям то что получится возвести в квадрат по модулю и та величина которая получится это сумма по всем траекториям е в степени и к р на траектории давайте знумеруем буквой ж надо сложить возвести в квадрат по модулю и эта величина будет пропорционально вероятности прилета фотона в эту точку после этого надо сосчитать такую же величину для соседней точки для соседней и так для всех точек и вспомнить что сумма всех вероятностей должна равняться чему единица если фотон улетел где-то должен прилететь и после этого эту сумму надо поделить вот на туз вот эту величину на ту сумму которая получилась для всех точек и так мы с вами получим вероятность прилета фотона в эту точку экрана вы скажете страшная процедура но все не так страшно как кажется оказывается если мы будем суммировать такие экспоненты вдоль всех траекторий которые не являются кратчайшими то сумма всех таких экспонент вдоль всех таких траекторий дает ноль и не нулевой вклад в эту сумму дают только экстремальные траектории вот в данном случае это и это а вот теперь господа наступило время вспомнить принцип фирма помните фирма когда-то догадался что свет распространяется по кратчайшим траектории нет он распространяется по каким угодно траекториям но оказывается в вероятность прилететь частицы света суда вклад дают только те волны которые рисуются вдоль кратчайших траекторий а все остальные волны чисто математически хитрым образом при сложении зануляются так что свет ничего не выполнить не выбирает никакой кратчайший траектории это просто частицы которые рождаются в одной точке гибнут в другой точке а вероятность погибнуть в другой точке надо рассчитывать вот таким странным образом ну а теперь приготовьтесь к еще одной неожиданности и так раньше мы с вами говорили что есть электромагнитное поле и она в виде волн распространяется отсюда сюда и здесь мы складывали или волны электромагнитного поля ну а теперь настало время сказать страшные слова нету никаких электромагнитных полей это было все выдумка максвелла фараде и прочих людей есть некоторая вспомогательная математическая функция которая с помощью вот такого нетривиального алгоритма позволяет рассчитать вероятность прилета фотона в ту или иную точку пространства если фотонов много то они своим нахождением как бы рисуют волну ну там где горб волны там фотонов много где впаде где она через ноль проходит их мало но на самом деле это можно об этом договорить только в том случае когда фотонов много когда же фотон один никакого электромагнитного поля попросту нету есть просто некоторая вспомогательная математическая идея которая позволяет нам рассчитать вероятность вероятность прилета фотона в ту или иную точку пространства но это еще не все и так в результате таких расчетов у нас получается интерференционная картинка которая говорит о том что очередной фотон который сейчас вылетит из лампочки прилетит либо сюда либо сюда либо сюда 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 или сюда но никогда не прилетит в те места где у интерференционной картинки минимум а теперь возникает еще один вопрос и так очередной фотон прилетит в один из этих максимумов в какой и вот это то место которое так и не смог признать альберт энштейн как истинная ответ такой мы рассчитываем вероятность и если у нас высоты при расчете этих максимумов оказались одинаковыми то с равной вероятностью фото может прилететь хоть сюда хоть сюда хоть сюда вот альберт энштейн с этой идеей так и не смог смириться он считал что есть некоторый механизм который спрятан внутри фотона и в соответствии с этим механизмом в момент рождения фотона как-то принимается решение куда он прилетит здесь но поскольку мы с вами этот механизм пока еще не знаем нам кажется что фотон прилетает случайно а вот мы еще подумаем пофантазируем придумаем способ расчета соответствующие этому механизму и через некоторое время физики научатся вычислять в какой из этих максимумов а может быть даже так в центр этого максимума или суда прилетит очередной фотон энштейн считал что у фотонов есть так называемые скрытые степени свободы то есть есть внутри еще нечто с помощью чего фотон решает как конкретно ему поступить но вот в этом вопросе альберту энштейну оппонировал не сбор его главная идея была в том она состояла в том что наш мир устроен случайно и когда фотон отсюда вылетает нет никакого способа узнать куда фотон прилетит вот говорят что между двумя великими физиками происходило достаточно длительная переписка альберт энштейн очень любил выдумывать мысленные эксперименты но там с поездом помните когда там монеты выпадали или с космическим кораблем и он пытался с помощью таких мысленных экспериментов привести предположение о том что фотоны прилетают в эти точки случайно какому-нибудь глобальному противоречию но в течение нескольких лет в ответных письмах ниль сбор показывал что никакого противоречия нет ну вот если верить тем книжкам которые пишут об истории физики потом произошло драматическое событие когда якобы альберт энштейн написал что он не может поверить в то что господь бог играет в кости что когда очередной фотон вылетает господь бог подкидывает многомерный кубик и в зависимости от того сколько там попадает направляет фотон в один из этих максимумов ну якобы на это последовал ответ типа мой друг если ты не можешь представить себе что господь бог играет в кости я в свою очередь не могу представить себе что господу богу есть какое-нибудь дело до того можете себе это представить или нет то есть переводя на более группы язык ответ был такой а нас вообще игре не спрашивают нравится нам это или нет вот похоже что мир устроен так при этом нужно понимать что мы не гарантированы от того что завтра или послезавтра кто-то придумает способ вычисления прилета фотоновой каждый конкретный максимум до тогда квантовая механика будет пересмотрена как и любая другая наука но на сегодняшний день нету на мой взгляд ни одного достоверного эксперимента который бы говорил что такой подход не верен хотя на этот счет есть разные точки зрения есть детерминисты которые говорят что все-таки мир предопределен и в момент вылета фотона уже ясно куда он прилетит но мы с вами глупые и нам кажется что все случайно но официальная точка зрения состоит в том что мир все-таки у нас действительно случайен и в этом смысле эта вероятность квантово-механическая принципиально отличается от той вероятности которая была в классической статистической физике там у нас летали молекулы в этой комнате и мы понимали что если бы у нас был очень мощный компьютер мы могли бы вычислить положение и скорости каждый отдельный момент каждый такой молекулы но мы понимали что нам и компьютера такого не достать и такое решение гигантское не нужно нам его даже записать было некогда негде но все-таки там было квазислучайность там случайность возникала из-за того что нам было лень решать задачу точно а а вот здесь возникает настоящая случайность что мир устроен случайно по определению они из-за того что нам лениво решать какую-то задачу или мы просто пока еще не научились ее решать глядя на мысленные эксперименты с фотонами с электронами с протонами или с другими частицами в свое время гайзенберг угадал как всегда принципы поначалу угадываются знаменитое соотношение это соотношение неопределенности оказывается не точность нашего знания положения частицы на не точность импульса этой частицы в данном направлении не может быть сделано сколь угодно малой она не может быть сделано меньше чем постоянная планка если мы пытаемся узнать где находится наша частица мы должны ее как минимум осветить а тогда мы своими фотонами так вас возмутим движение частицы что уже непонятно будет куда она дальше полетит только теперь друзья моя должен перед вами извиниться то что я вам сейчас рассказывал объясняя почему при включении лампочки получается вот такое это все чистейшая билиберда я пытался вам объяснить как получается квантово механический закон пользуясь законами классической физики и вашим жизненным опытом это неверно дело в том что квантовый мир является более фундаментальным чем наш макроскопический трехмерный мир и бессмысленно пытаться понять почему микро мир устроен так пользуясь нашими представлениями полученными с рождения о макромире ведь эти представления тоже ничем не обоснованы мы с вами привыкли со школы что f равняется м на а а почему ускорение есть силы делить на массу как мы отвечаем на этот вопрос опыт показывает мы не пытаемся это объяснить но мы так долго это повторяли находясь в школе что мы к этому привыкли и нам начинает казаться что это не требует объяснений и вдруг оказывается что на следующем уровне на уровне микро мира правила игры совсем другие но хитрость состоит в том что из тех правил игры второй закон ньютона и всю макрофизику можно вывести а обратное неверно поэтому теперь придется перестроить свою голову до f равняется м а это не очевидно это можно доказать доказать основываясь на правилах квантовой механики а вот относительно того почему эти правила правильные мы должны сказать магические слова какие опыт показывает и из квантовой механики можно обосновать классическую физику а наоборот то что я пытался вам здесь сделать ну что-то я правдоподобное сказал но если бы вы были достаточно последовательными вы бы в конце концов прижали меня к стенке потому что рано или поздно вы бы меня спросили а почему и что-нибудь спросили про классическую физику и мне нечего было бы ответить кроме сказок как сказать либо опыт показывает либо если мы поверим в некоторые правила игры в том числе такие что если мы не различаем способы пролететь то в этом случае возникает интерференция а если мы различаем способы пролететь интерференции не возникает это фундаментальный закон природы и из этого и некоторых других законов можно вывести практически все что касается квантовой механики и почти и оттуда вывести то что касается классической физики ну и последнее если раньше мы с вами считали что эксперимент никак не влияет на систему в которой происходят какие-то явления природы то теперь от этого надо отказаться оказывается нельзя под устроить эксперимент за которым мы будем подглядывать так чтобы мы не влияли на результаты этого эксперимента поскольку даже самое мягкое воздействие на изучаемую систему это оптическое воздействие она происходит через фотоны и когда вы смотрите на экспериментальную установку ваши глаза поглощают фотоны а когда вы закрываете глаза фотоны отражаются от ваших век и летят обратно в экспериментальную установку и когда вы перестаете смотреть на эксперимент эксперимент начинает идти по-другому другое дело что когда мы ставим грубые эксперименты в макро мире наверное эти мелкие добавки связанные с тем смотрим мы или нет на систему слабо влияют на результат но когда мы переходим к деликатным экспериментам с микрочастицами то оказывается что само наблюдение неизбежно влияет на результаты эксперимента вот это пожалуй главная идея квантовой механики хотя наrokно поэтому как distinct напом を нажимаем от phin и понятно